Урбан уже не тут Всем привет, уважаемые зрители. С вами канал Русские Тайны. И канал Андроуд. И мы находимся в Тульской области. Ну что ж, мы начинаем. Поехали. Это был очень насыщенный день. Мы успели посетить несколько объектов, и завод, о котором сейчас пойдет речь, был уже вторым местом за эту поездку. Но обо всем по порядку. История предприятия начинается с 1872 года, когда промышленник гель основал производство огнеупорного кирпича. Сырьем являлась огнеупорная глина, месторождение которой было открыто неподалеку. С началом Первой мировой войны производство на заводе стало сокращаться, а после революции 1917 года вовсе было приостановлено. В результате обращения тульского комиссара труда в Народные комиссариаты труда и финансов в 1919 году завод был национализирован. Производство огнеупорного кирпича возобновилось. Отрезку, которому подчинялся завод, было предписано погасить задолженность по зарплате перед рабочими, образовавшуюся еще в период до национализации предприятия. Первое, что мы увидели, заглянув в один из цехов, были гастарбайтеры, собиравшие на поддоны остатки готовой продукции завода, пролежавшие здесь, похоже, более десятка лет. Только эти кирпичи могли представлять хоть какую-то ценность в полностью выпиленном цехе. Вот она, похоже, продукция. Даже как с клеймом, как раньше. А дальше мы попали в цех, являвшийся, можно сказать, началом технологического цикла завода. Здесь находились три линии для разгрузки глины. Внутри помещения были подведены железнодорожные пути, по которым подавались вагоны, груженные глиной. Каждое мгновение мы ощущали присутствие рядом рабочих, а возможно и охрана завода. Везде слышались их голоса и шаги. Но, несмотря на это, я не мог отказать себе в удовольствии забраться на самую верхнюю точку этого цеха, чтобы снять ажурные конструкции металлических ферм, поддерживающих крышу цеха, и взглянуть на крыши соседних корпусов. Многие корпуса были разрушены полностью, но впереди нас ждал сохранившийся административно-бытовой корпус, в котором мы нашли артефакты былых времен, и цех с сохранившимися старыми печами для обжига кирпича. В бойлерной усердно поработали охотники за металлом. Весь пол был пустым наплеткой от кабеля. В послевоенные годы на заводе была произведена модернизация оборудования. Печи перевели с твердого топлива, угля, на газ. Ряд гидроэлектростанций были построены из кирпича, произведенного на этом заводе. Большой процент продукции использовался при строительстве доменных печей по всей стране. В 1960-х годах предприятие стало одним из лидеров отрасли. После развала Советского Союза завод начал нести убытки, а в 2005 году прошла процедура банкротства, после чего оборудование было частично распродано, частично распилено на металл. Производственные корпуса завода пришли в упадок и сейчас находятся в аварийном состоянии. Часть корпусов разрушилась. На данный момент оставшиеся помещения сдаются в аренду. На территории завода находятся две котельных, одна из которых продолжает обеспечивать сохранившиеся корпуса теплом и горячей водой, вторая сдана в аренду местной транспортной фирмы, организующей городские пассажирские перевозки под гараж или мзон. На территории завода сейчас частично сохранились исторические корпуса постройки 1910-1940 годов, остатки оборудования и печи для обжига того же периода. Здесь, похоже, находился процедурный кабинет. В советское время понятие охраны труда существовало не только на словах и в документах. На каждом предприятии был медицинский кабинет, где проводились предрейсовые медосмотры, ежедневная диагностика для рабочих занятых на вредном производстве. Это уже производственные корпуса. Здесь находился какой-то пресс. Вот это очень похоже на печь. В том помещении находилось несколько узкоколейок. Поворотный круг упускоколейки. А это опять печи. 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 А мне кажется, здесь сушка была уже готовой продукции. А там печи. А здесь черметчики разворотили часть стены, чтобы проще было вытащить какое-то крупногабаритное оборудование. А вот это, похоже, кистило по этим рельсам. Осмотрев заброшенную часть завода, мы благополучно покинули территорию. Хотя за все время, проведенное там, нас не покидало чувство, что в любой момент мы можем встретиться лицом к лицу с рабочими или охраной предприятий. На этом, дорогие друзья, я прощаюсь с вами. До новых встреч на канале Underworld. И, конечно же, ставьте лайки и не забывайте подписываться на наш канал, если вы этого еще не сделали. Всего вам самого наилучшего! Субтитры сделал DimaTorzok